Привет. Да, 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 да. Мои адекватные как-то галь. Ребята, пожалуйста, дайте сказать. Red Faction 2 неиграбельное непотребство. Я знаю, многие ждали ролик про эту игру еще со времен ролика по первой части. Я в обе игры играл в детстве, но даже в моей памяти вторая часть не была такой, господи, какая же эта дрессия. Ладно, первая красная бригада вышла из-под пера в Алишину в 2001 году, и это была хорошая, нет, замечательная, достойная игра, которая выделялась революционной технологией разрушения, интересным сюжетом, приятным геймплеем и мультиплеером, в который фанаты играют и по сей день. Разумеется, продолжение не заставило себя долго ждать, люди все гадали, а про что же будет игра и на сколько далеко технологии разрушаемости зайдут в этот раз. Вторая часть под названием Красная бригада 2 вышла в 2002 году на PS2, а в 2003 году вышла уже на остальные платформы, включая ПК, и игра оказалась сплошным разочарованием с мультиплеером, где можно играть по сплитскрину на консолях и с ботами на ПК. Слушайте, я ведь даже лицуху купил в свое время. Ох, а вот лучше бы взял, да, купил бы себе реальную годноту на сервисе Купикот. Купикот — это абсолютно спасительный сервис, который позволяет нынешние времена покупать игры в Steam. К тому же, покупка через Купикот гораздо выгоднее, чем через Киви, а главное, менее муторная. Мало того, на сайте есть раздел «Недоступный в РФ», там находятся игры, которые вы можете приобрести гифтом даже на российский аккаунт. Никаких новых аков создавать не надо, никаких паролей своих давать тоже не нужно. Просто добавляешь ботов-друзья в Steam, и тот кидает желанный гифт. Все делается просто, быстро и безопасно, я вам это гарантирую. На сайте собран весь каталог Steam, и да, вышел ведь Alan Wake 2, и чтобы вы думали, игру спокойно можно приобрести на сайте Купикот. А еще у них постоянно имеются скидки на самые разные игры, выгоднее, чем на остальных аналогичных платформах. Хотите сэкономить? Тогда юзайте мой код, Babs Games, и получайте дополнительный 10% скидона. Дешевле вы нигде не найдете. Итак, еще раз наглядная инструкция. Выбирай регион аккаунта, добавляй ссылку на профиль, вводи промокод Babs Games и оплачивай. Ну а потом, все супер быстро и легко, принимай заявку от ботов в Steam и получай игру. Если авторизуешься на сервисе с помощью ВК или Телеграм, то получишь бонусные 50 рублей. А еще, для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Сервис Купикот. Переходи по ссылке под роликом и затаривайся играми прямо сейчас. Сама игра начинается с менюшки, где мы можем лицезреть главного антагониста, диктатора Сопта, который прямо с порога начинает нам задвигать так называемую базу. Мир бросил нас. В одиночку мы сражаемся против коварного врага, который хочет уничтожить содружество. Фанатики из алого движения сделают наших сыновей рабами, а дочерей проститутками. Было бы очень грустно, если бы оказалось, что главный персонаж наш убогий додич, а Сопот единственный интересный персонаж, которого можно сопереживать. Ребята подлетают к некой базе, где находится та самая легендарная нано-ячейка, с помощью которой тут люди творят чудеса научные. Солдаты не главные герои, а потому их не жалко. Остаются в живых только наш герой и геймплей начинается. Что ж, давайте сразу решим для себя, нормальное ли это продолжение или нет. Вот и всё. На этом, в принципе, можно игру и закрывать, а ролик заканчивать. Но поскольку мы с вами те ещё игровые терпилы, играем и терпим. Игра всё тот же шутер, но с уже урезанной разрушаемостью. Разрушать можно только стены и все вещи, которые нам разработчики решают разрушать. Например, пятая точка игрока от досады, что он вместо Red Faction получил Bad Company для нищих. О копании тех самых тоннелей взрыв пакетами не может более быть и речи. Зато башенки ловаются, хоть от этого кайфуйте. Ну да ладно про разрушаемость, быть может хотя бы шутерная составляющая, норм. Нет, душнить не особо хочется, но я буду, терпите. Пушкам определённо не хватает импакта. Обычные автоматы ощущаются как семечка мёты, из которых мы стреляем по бегающим губочкам. Настоящее удовольствие здесь ощущается лишь те моменты, когда мы стреляем по врагам чем-то взрывчатым. Вот это кайф! Вообще, блин! Ещё одно нововведение, которое активно продвигали разрабы, это стрельба с двух рук. Обычная стрельба с одной руки из себя должна представлять... Я стреляю весело! А вот с двух рук уже должно ощущаться как... Я стреляю весело, он только умножить на два! Здесь это ощущается... Какой же кал? Ну я хотя бы на рекламной интеграции бабозу лутаю. Наш герой ворует надо ячейку и убегает с видом человека, у которого вот-вот недержание кала случится. А сюжет тем временем двигается вперёд. Собственно, тут стоит пояснить за главную завязку игры. Сюжет более не происходит на Марсе, а то не действие происходит на Земле. Сопот во время своего правления с помощью нанотехнологий создал особый специальный отряд суперсолдат. Скоммуниздил нано ячейку и захватил на Земле власть. Нам рассказывают, какой наш суперотряд мощный и как ужасно, что диктатор Сопот понял, что они слишком опасны и решил опрокинуть их. А вместо них наплодил армаду солдат-чудовищ без мозгов, но которые зато не предадут и всегда будут говорить «да» на все твои гениальные политические инициативы. Предлагаю запретить игры с натуралами в главной роли. Еееее, какой умный наш правитель. Те такой манёвр не выкупили и решили с опыту коленные чашечки выпить. Мы играем за Элиаса, человечка, который является подрывником этого самого суперотряда. А это Элиас. Подрывник. Здорово! Почегай! Сейчас наш отряд героев совершает коллапс той самой легендарной красной бригады, которая, как казалось, существует до сих пор. Или, если быть точнее, с алым движением, дабы свершить Великое и свергнуть Сопта с Олимпа в недра Мордовии. И, в общем, герои решают наведаться в телебашню, где находится Сопот, и свершить тракт, ибо это так по-оппозиционерски. Сопот ведёт передачу из студии наверху. Мы убьём его и быстро уйдём. Ах да, кстати, локализаторы не смогли нормально озвучить игру, а потому как сцены звучат очень даже в духе низкобюджетных озвучек из 90-х. Эй, ты там! Выходи с поднятыми руками! Я выжгался! Прекрасно покакал! В оригинале главного героя и его командира Молова озвучивают Джейсон Стетхэм и Лэнс Хэнриксон. Сопот проводит из студии. Начиная с этого уровня, сюжет потихоньку распёрживается, да и геймплей за компанию, ибо в руки нам попадает гранатомёт, который по факту является основным оружием. Если у вас есть патроны для этой пукалки, то вы будете пользоваться ей постоянно, ибо в течение игры остальная часть оружия очень сильно проигрывает гранатомёту в карты, в дотку, в кс-ку на интерес и в тюремные шахматы. Ну ладно, давайте уже насладимся игрой, а то чё, как эти самые? О, тут по-любому чё-то есть, благо я подрывник! А за ручку подёргать не пробовал, ебанько? Нам в руки дали две усишки, ощущаются они неплохо, быть может это лишь начало и сейчас пойдёт реальный контент. Это не моя работа, я не собираюсь убирать это, я не занимаюсь кровью и трупами, отойдите от меня, я ухожу, я... Остынь урино-кукожный, смотрите как я классно сказал, как герой боевиков, типа ну вы поняли, да ну ладно. Кстати, заметили значок красный в углу? В этой игре есть карма и от неё зависит концовка игры. Я вот прям специально буду убивать невиновных и делать то, чтобы ему мнение весило, дабы игра мне показала мою честную концовку. Уверен, нас ждёт весёлый итог. Вы можете быть сколько угодно крутым тестостероновым мачо, но вам никогда не стать настолько же крутым, как этот балбес, сидящий на картах и шмалящий с револьверов с двух рук. Родится дочь, назову в его честь. В день, когда ты родился, сами лиса лордерона прошептали это имя. Балбес, сидящий на картах и шмалящий с револьверов с двух рук. Эй, ты с пушкой, убирайся и закрой эту чёртову дверь. А в честь этой андатры я б даже геморрой не назвал. Кстати, наши сопартийцы нам по ходу игры помогают и это радует. Нет ощущения, что я тот самый терпила, который во дняру тянет всю команду, да потом все лавры себе всякие пятучи присвоили. Единственная претензия это то, как они называют нашего главного героя. Эй, Элиас, Элиас, прикрой! Я вот слышу это, и мне всё больше хочется назвать его Ильясом. Ильяс, и вы тут? Вы подтвердите? Можете подтвердить, что вы по жизни так и выглядите? Вокруг творится полнейший Голливуд. Видно, к чему разрабы стремились сделать максимальный блокбастер на уровне жёсткого романса. Чё за х? Сейчас будет супергеройское приземление? И чё ты встал? Поршня чугунная. Одна из главных тем сегодня героизм, проявленный мной. О, независимый журналист. Дорогие зрители. Оооо, beep. ЗВУК ВНУЧ CHAVE Оооо! Чё-то эти солдаты прям очень страдальческие звуки сдают. Хы-хы,хы. Крик настоящего мужчины, который молнией заживал то, что заживать нежелательно вообще-то. Оооо! Снова страдает. Мне кажется, что где-нибудь в мире у меня есть подписчик, который ойдёт каждый раз, когда у меня выходит новое видео, но ойдёт не от радости, а от досады его ролик не про анимешную Д-10, где в конце надо с богами драться. Так, ладно, шутки у меня не бесконечны. Допустим, в этот раз заорал бы Шмиль, если бы в России ввели бы сухой закон, и он понял, что тебе сам вынужден стать релакантом, а теперь прикр... Ты что, сговори? О, не. Да, против меня выставили отряды противника, у которых слишком громкий звук смерти и... И этот звук... Одинаковый. Нет. Да хватит! Солдаты кончаются, значит, против нас выступает самая крайняя мера. Босс-вертолёт. Босс-вертолёт, надо убивать особой мощной ракетницей. Босс-вертолёт, босс-вертолёт, разрабов я трогал, писька и оброд. В принципе, всё стандартно, однако потом неожиданно игра превращается в Хаос оф Зе Детт, и мы сажаемся на своеобразные невидимые рельсы с пулемеотиком. Я против такого типажа уровня ничего против не имею. Единственное, что меня смущает, так это то, что мы в одиночку чуть ли не полвоздушного флота выносим. Да и вообще в городе такую погром устраиваем, что у меня складывается ощущение, что нас за это в конце игры по голове не погладят. О нет, я уничтожил посетителей летней кафешки. Если за это спросят в Гааге, то скажу, что тут была сходка фанатов мага-целителя. Как ты смеешь? Маг-целитель это очень тонкое чувство для произведения. Ай, блин. Эти кретины сразу со спавна выбегают под пули и мрут как мухи, хотя, возможно, это такая тактика. Мужики, нам приказуем истощить запасы и боеприпасов противника, а потому бежим и заставляем их тратить пули и ракеты на нас. Засопыта! Чуть мое сердце, перед гражданами нам придется чутка извиниться за нанесенный учерк. Представьте себе, у вас в городе разнесут все в труху, вот такие бравые ребята, там такие... Не-не-не-не-не, уважаемые граждане, разрушение гражданской инфраструктуры обязательно атрибут любого освободительного движения. А сейчас вы можете наблюдать один из видов модифицированных солдат Сопта. Да, это бракованные убогие зомбари, и именно имя Сопот заменил нашего героя и товарищей. Получается, эти зомбари это, по сути, тот самый парень, о котором не стоит волноваться. Вертолет с безумным пилотом и нашим айратом падает, а мы оказываемся в канализации, где по коленофекалиях сражаемся сопротив летающих круг арчомбусов. И вроде чё-то типа ладно, но потом мы доходим до метро, где на нас нападают компы на АМД, которые прыгают нам на лицо и взрываются. Делают они это настолько внезапно и бесячно, что каждый раз при их нападениях я вспоминаю комиксы Оглов. Сопот говорит, отойдите и дайте другим зайти. Это сейчас чё было? Вы все правила социальной нормы так озвучиваете? Сопот говорит, больше двух раз за день письку не дрюкай. Сопот говорит, тексты Оксимирона, это претенциозный пердёж в мешок с мукой. Про его, кстати, пока что интересного или забавного мало скажешь. Тут нас заставляют взрывать мост, чтобы Сопот подкрепление не получал. Хотя стоит подметить, я в очень раз нехило так забалдел от приятного вида на завод из игры начала нулевых. А потом нас посадили за башню танка и опять пустили кататься по рельсам и взрывать всякие штуки. Профильно, конечно, но я от продолжения легендарной игры про шахтера бунтовщиков с феноменальной разрушаемостью ожидал что-то другое, а не какой-то азербайджанский хаос оф зе дэд. Сопот в свою честь воздвиг нехилую статую, которая, кстати, по совместительству является заводом суперсолдат. То есть можно сказать, что Сопот буквально из себя генетических уродов выдавливает. Потихоньку на танке, минуя гениальные манёвры от противника, вы чё, ема, наши ребята добираются до ещё одной военной базы, где я наконец-то в полной мере почувствовал, насколько здесьшки дробашкал говна. Два вида огня. Тропь в лицо и огненная отрыжка. Чувствуется отвратительно, и стрелять из него совсем не хочется. Я, кстати, чтобы вы знали, тот ещё ценитель качественных дробашей игровых. Увы, но мои вкусы жирны, а потому я обожаю, когда дробаш представляет из себя овербафнутую дичь, которая заменяет всё остальное оружие в игре. Тут же дробаш ощущается, как будто не стреляешь, а робота Чапи лицом об наковальню бьёшь. Тот же пулемёт хотя бы отдалённо напоминает полноценное оружие, и то потому, что остальное оружие не дотянуло. Две УЗИшки, пулемёт и гранатомёт, пока что единственное приемлемое вооружение, которым не стыдно пользоваться, и то при желании импакта от оружия можно было бы дотянуть. Воу-воу, люди, успокойтесь. Да дайте мне убить противника, я не хочу по вам попасть. Люди, люди... Господи, не человеки, а низкая кьюшные бубизеврики. Так, так, а сейчас я вам дам лицезреть величайшее наеобманывало. Это Канжа. На схеме базы видно, что здесь повсюду подземные, то если не хочешь драться, одна из этих штук быстрее доставит тебя к цели. Это враньё. Дальше нас ожидает множество противников, которых возглавляет солдат в боевом рыбокостюме. Со слов Тянки я могу этой битвы избежать через канализационные пути, но это неправда. Канализационный проход буквально ведёт нас через дорогу. Однако, как мне кажется, разработчики реально планировали сделать проход через пути, ибо на арене с другой стороны находится люк, через который, в теории, мы и должны были выйти. Правда, и в этом случае мы бы битвы не избежали, а просто начали бы её с ещё более невыгодной стороны и почувствовали бы себя обманутыми лохопедами, как те, которые в ОММ вкладывались и биомутанта покупали. Мы всех убиваем, и нам на помощь прибывает отряд товарищей, который не помогает. Лишь Бугаев вместе с нами доходит до робокостюма, а наш же Рустам пускается в смертоносное турне по базе до ракетной шахты, где на данный момент и находится Сопот. «Божай, Сопот! Бойся, Сопота! Сопот твой хозяин!» «Божай, Сопот! Бойся, Сопота! Сопот твой хозяин!» Ладно, главный герой отводит диктатора в ракетную шахту и запускает ракету, от которой Сопот превращается в подгоревшую дресню со специями. И по идее всё! Наши герои достигли своей цели! Добро победило зло, а вот хрен вам! Заправьте ваши ожидания в трусы и готовьтесь, ибо с этого момента начинается вторая половина игры, а если быть точнее, лютый скат контента среднего качества, самое днище дьявольскую Бангладешскую Клаку. «Элиас! Мой герой-подрывник! Ты вовремя! Я как раз собираюсь выступить с обращением к отряду!» После победы ребят собирается, и командир Волов заявляет, что все солдаты Сопота дали ему присягу, и теперь он главный канцлер, а все несогласные, включая Алло Движение, и нашего главного героя Артазяна идут в сторону Писи и будут казнены через повешение за член. «Мы доверяли им, считали их героями, но они застали нас врасплох, открыли огонь». «О да! Я все видел!» Ну вы как бы видите, с каким тяжелым материалом имеем сегодня дело, но это еще не все. Внезапно появляется забодажница Танжир, берет всех врасплох и говорит «Я бы убила их всех, но тогда нас догонит армия Молова». Мы убегаем и начинаем войну, супродив всей армии Молова. «И далеко отсюда бойцы движения попали в окружение. Помоги им. Мы рассчитываем на тебя. Конец связи». Сколько можно? Сначала отвернутые боги, теперь это. «Когда я снова начну в хорошие игры играть». «Я бы убил их всех, но тогда нас догонит армия Молова». «День яс! День яс!» Вот что было в головах сценаристов этой довесни, когда они прописывали такие гениальные сюжетные повороты. Да на фоне этого криво-повествовательного позора сюжет Зума является гениальным творением на уровне преступления и наказания. А с тобой что, болезнь Паркинсона? Господи, как же я ненавижу эту игру! В городе начинается мяс. Суперсолдаты Молова убивают членов Алого Движения, а мы же двигаемся непонятно куда и непонятно зачем. Где-то стреляем, где-то взрываем. Всё это, кстати, игра обильно поливает противниками, которых внезапно стало в несколько раз больше. Нас буквально тушками закидывает. И типа, если бы мы устранили Молова, то солдат что, стало бы ещё больше? Даму, вы головой думали или как обычно? В итоге лидера Алого Движения убивают, а мы же продолжаем наблюдать шоу Бенни Хилла. Граната! О, вижу противника! Следом, неожиданно игра решает, что ей не хватало боссфайтов и выставляет против нас бывших напарников. Сначала против нас выступает снайперша Том Бойша. Я здесь, наверху, Элиас. Молись о быстрой смерти! Миленько, но вот беда. Хлипкая, по идее, снайперша оказывается лютой губкой, которая впитывает в себя чуть ли не весь наш боевой арсенал, включая лютый пулемёт, который на данном этапе, супротив нынешних противников, больше по эффективности напоминает автомат. Я думал, что сражаюсь супротив Тянки, а не абсорбирующего чела из Халка. Бан тебе, чучело! Надеюсь, это не заложник. Снайперша умирает, обоссавшись и обосравшись, а мы же оказываемся под лютым снайперским огнём на берегу реки. Но важно не это, а то, что позже мы наблюдаем, как на горизонте неожиданно выкатывается ПНГшка с опыта, как бы напоминая нам, что если тебя свергли насильственно путём, то это означает, что вместо тебя придут ещё более злобные страшные уроды, которые без того упоротый режим превратят в фекальный бурлеск с ммдсингами. На подлодке мы проходим сквозь душнейший подводный сегмент, где уничтожаем армаду подводных лодок, мин и оказываемся в секретной нанобазе по производству уберсольдатом, то бишь под статуей. И конкретно отсюда игра превращается из продолжения красной бригады в зомби-шутер. Врагов просто огромное полчища. Успевай перезаряжаться. ВОЧЕРЕДЬ, СУКИНЫ ДЕТИ, ВОЧЕРЕДЬ! А ещё я убил местных работников, ибо ну какие они мирные. Они буквально солдат клепают, а потом ещё, небось, после работы подпевать друг друга жарят. В Лиге Легенд. Следующим боссом оказывается бугай-гранатомётчик с пушкой, ваншотящей. Но благо я разумист, а потом подлавливаю его под мостом и опять же всаживаю патронов на целый склад. Я понимаю, что они убер-нанно-солдаты, но границы безумного же должны соблюдаться. Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, это не заложено. С него падает гранатомёт а-ля арпеджио, но ждёт он много, а потому используем сугубо против боссов. Кстати, следующим испытанием оказываются новые виды суперсолдат Молова. В них нет дефектов предыдущих по сравнению с ними вы устареете. Ну я так и понял. Убер-человек в Сорохину. Следующим боссом снова оказывается бугайок. Ему он теперь у нас прокачанный берсерк, а потом он бегает, жрёт электричество, а потом скачет по трупам, как Супер Марио. Да, лёт, как я на толчке, после десяти упаковок чудо-молока. Он мрёт. В этот раз даже окончательно. А мы же бежим наверх статуи к Молову. И за это время случаются самые неожиданные сюжетные повороты. Нано-пилот опрокидывает Молова и переходит на нашу сторону, а саботаж баба ворует на ячейку и ходит перед Моловым крабиком, пока тот думает, мама, роди меня обратно. Прощай, Элиас. Тянка делает ход ослом, стана ячейкой и прыгает в море, а мы же сражаемся сопротив Молова. Не уничтожить алые движения. Мы не потерпим предателей наших рядов. Нам, конечно, помогает пилот-макер, но помощь я от него, как от короба Альпингольда. Битва нудная и долгая. Возможность уворачиваться мало, ныкаться негде, а потому я его, уничтожая будучи человеком, на грани геросрыва. И тут я вас попрошу задоить дыхание, ибо за все наши деяния, а именно уничтожение невинных, взрывов, кафешках и прочей шалости, нас сейчас наградят концовкой. Элиас был награжден за проявленную храбрость и в конце концов занял должность военного советника в новом правительстве Алого Движения. Танджер выжила после падения и была спасена Элиасом и Шрайком. Она сделала карьеру в политике и стала первым демократически избранным канцлером Содружества. Шрайк нашел применение своим талантом пилота, став гражданским консультантом в реформированных военно-воздушных силах Содружества. Нормально. Меня даже не смущает, что вся концовка это довольная хари пилотмахера, а то, что мы, будучи редким, кровожадным кретином, смогли выйти на норму концовку тупо потому, что по ходу игры я выполнял доп. задания по типу «Уничтожь вышки», «Жахни турельку». Ну, это типа... Ну, наверное, так в жизни происходит. Я хрен знает. А, ведь да, концовки. В одной все хорошо, и мы герои, в другой все средне, и мы никто, а в другой главгероя казнят, тянка мрет, а пилота сбивают при контрабанде пиратских игр. Но! Несмотря на то, что концовки разные, разные в них лишь аудиосоставляющие. Разрабы такие, буквально, буква Ю, наплевать! Еее! У-у-у-у! И это был Red Faction 2. Короче, игрокал потрачено времени, жаль, но... Но зато у людей больше не будет вопросов. А где ролик? По второй бригаде. Самое смешное, что игра настолько убога, что она даже разрабами что-то типа не считается каноном. И та же самая Red Faction Gorilla со слов разрабов происходит спустя столько-то лет с первой части! Это буквально тот редкий случай, когда и разрабы, и аудитория абсолютно согласны с тем, что их игрокал, и на неё лучше бы забить, забыть, не вспоминать. РВС по сей день ноют из Апостола 3. Он хотя бы мемный был. А тут же срамный караул какой-то! Жесть! Ху-ху-ху! Ладно, Репси. На сегодня всё. Я вот пойду прямо сейчас следующий ролик делать, а вот с вас за вот это страдание я попрошу, как обычно. Ладно, я не прошу подписку на бустик, беспорядок вас запросить. Лайкосики мне хотя бы закиньте чутка. Анекдот там рофельный в комментах напишите. Можете даже по игре что-нибудь придумать. Типа там находит Ильгис на ячейку, а она его как рано. А на сегодня всё. До скорых этих самых. Ну вы поняли. Мир бросил нас. В одиночку мы сражаемся против коварного врага, который хочет уничтожить содружество. Хочет, чтобы наше государство погибло. Но мы сильны и можем сразиться с салонавижением. У нас хватит сил на то, чтобы победить. Вы просили славы. Я дал её вам. Вы просили победы она близка. Не просите меня сдаться нашим врагам. Я не сдамся. Фанатики из алого движения сделают наших сыновей рабами, а дочерей проститутками. Я зоопа нова содружества посвящаю себя защите наших дорогих детей. Мертв отчаяние запустение хаос. Всё это принесёт гражданам содружества авное движение. Наши солдаты сражаются за процветание содружества. Наши рабочие работают на процветание содружества. Наши дети поют по славу содружества. Сражайтесь, сражайтесь, говорю я. Не говорите ли я, что мы не можем сражаться. Вы должны, вы должны уничтожить алые движения. Мы не поддержим предателей в наших рядах. И вита предателей ослабляет наш народ. Уничтожьте предателей. Уничтожьте их ложь. Уничтожьте алые движения. следую. Следую